Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Adnoral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, что нас ожидают на этой неделе. Расскажу также о своих планах на эту неделю. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Также вы можете найти все полезные ссылки в описании к этому видео, например, подписаться на мой профиль на TradingQ, куда публикую большинство своих сделок. Также подключиться к счету с паролем инвестора для того, чтобы смотреть за моими сделками в режиме реального времени. Ссылка также есть в описании. Ну а, собственно, хотелось бы начать с позитива на фондовом рынке, на котором закрылась, собственно, прошлая неделя. И позитив этот был вызван с тем, что количество рабочих мест выросло и безработица не такая плохая, как, собственно, ожидалось. Теперь давайте посмотрим как раз на эти цифры. Начнем с публикации данных по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Здесь важно отметить то, что прогноз был чрезвычайно негативный. Собственно, все негативные вещи рынок отыгрывал очень вяло. То есть, собственно, мы не видели сильного падения, когда последние несколько месяцев этот негатив нарастал. Но, тем не менее, когда мы увидели колоссальный рост, то есть на 2,5 миллиона новых мест, которые были созданы в прошлом месяце, вместо прогнозных минус 10 миллионов, мы увидели, соответственно, реакцию на фондовом рынке. Собственно, сейчас мы вернулись к позитивным значениям, и это, так скажем, на локальных максимумах помогло фондовому рынку подрасти еще. Также по уровню безработицы мы увидели снижение. То есть, прогнозное значение по безработице США было 16,5, по факту мы увидели 13, что, безусловно, лучше, чем ожидалось. Но здесь тоже важно смотреть в динамике, насколько это будет сохраняться. Потому что отказ от как раз карантинных мер, он способствует и восстановлению экономик, ну, собственно, то, чего мы ждали последние несколько месяцев. Но вопрос дальше в том, хватит ли этого позитива для того, чтобы фондовому рынку урасти. Потому что сейчас вновь, когда фондовый индекс находится на локальных максимумах, мы вновь ожидаем, ну, многие ожидают также повторного снижения. Возможно, не такого большого, как было в марте, но, тем не менее, какая-то коррекция на рынке может произойти. И, собственно, еще одна теория, которая может привести к снижению на фондовом рынке, ну, точнее, не может именно привести напрямую, а которая может выступать некоторым индикатором того, когда рынок может начать снижаться. Это экспирация фьючерсных контрактов на индексы S&P 500. Здесь достаточно простая аналогия. Она связана с тем, что рынок меняет свое направление в тот момент, когда подходит дата экспирации. Данный контракт экспирируется раз в три месяца. Соответственно, следующая экспирация у нас произойдет 19 июня. То есть, это будет на следующей неделе. Соответственно, здесь, чтобы показать именно последнюю статистику, полную информацию вы можете найти, проанализировать вот на сайте S&P 500. Ну, собственно, здесь вот давайте посмотрим. Март, да, 20 марта экспирировался контракт, ну, первый контракт в этом году. И если мы с вами посмотрим на график, именно на индекс S&P 500, то, собственно, то снижение, которое завершилось, оно, ну, фактически, локальный минимум мы видели 20, это была пятница, и затем в понедельник рынок открылся с небольшим гэпом. То есть, уже и 23 числа, собственно, отсюда начался рост. То есть, вот сейчас многие как раз связывают этот момент с экспирацией, который может, ну, несколько подубавить, подумерить пыл покупателей на фондовом рынке и дать еще одну волну коррекции. Ну, собственно, забегая несколько вперед, я также для себя ожидаю, ну, то есть, видно, что сейчас рынок несколько перекуплен, и по ключевым мультипликаторам по фондовому рынку, то есть, мы тоже видим колоссальный рост, то, что вполне вероятная коррекция может быть. Может быть, она не будет не такой большой, как была, то есть, там, не 30-40%, но, тем не менее, некоторые снижения мы можем ожидать, и здесь я для себя сделку на продажу тоже рассматриваю, но пока сигналов к этому не поступило. А теперь давайте посмотрим, что нас ожидает на этой неделе. Также я смотрю календарь непосредственно в Метатрейдере, то есть, сейчас это очень удобно. Вся информация, она находится здесь под рукой, приоритет поставлю также на высокий. Собственно, понедельник, сегодня будет выступление президента ЕЦБ Лагард, 16.45, то есть, ну, здесь мы видим, что запланировано два выступления почему-то, но, тем не менее. То есть, вероятно, тот настрой, который Лагард может высказать насчет текущего восстановления экономик, он может повлиять и на движение, ну, в первую очередь, евро. Также во вторник выйдут данные по ВВП, здесь на текущий момент ожидается снижение, то есть, предыдущее было 3,8% снижения, прогноз также 3,8%. Ну, некоторый негатив, если все-таки данные выйдут хуже, он также может повлиять и на европейские индексы, и на европейскую валюту. В среду будут выходить данные по запасам сырой нефти, здесь мы также видим снижение, снижение идет планомерно, также договорились о дальнейшем снижении, ну, то есть, ряд стран, которые в рамках договоренности ОПЕК плюс-плюс происходил, сейчас ряд стран подтвердили свое намерение и дальше продолжают снижение, потому что нефть также отросла довольно-таки сильно, и пока, если этого не произойдет, то, собственно, опять же, тот рост, который мы видим, он тоже уже на определенных уровнях может остановиться. И в среду вечером также пройдет пресс-конференция ФРС. В четверг выйдут розничные продажи по Новой Зеландии, и пятница завершится данными по Великобритании, также выйдут данные по ВВП, здесь ожидается небольшой рост, небольшой возврат уже к позитивным значениям. Ну, собственно, неделя довольно-таки спокойная, да, с одной стороны, но мы с вами, как видим, уже последние пару месяцев на рынок могут влиять какие-то другие ситуации, которые могут приводить к серьезным движениям. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с точки зрения инструментов, и мы начнем с евро-доллара. По евро-доллару в пятницу мы показали также локальный максимум за последние несколько месяцев, дошли до отметки 1.1380, и к концу торговой сессии мы видели закрытие снижения, то есть закрылись ниже открытия. Сегодня, пока евро торгуется вблизи минимальной значения пятницы, здесь я для себя, как я уже говорил, буду рассматривать также возможность открыть сделок на продажу, контртрендово, поэтому здесь я ожидаю закрепление ниже минимальной значения пятницы, то есть это ниже отметки 1.1276, и, собственно, потом буду искать уже возможность продать. То есть сейчас данного закрепления еще не произошло, поэтому может эта сделка и быть не реализована, но, тем не менее, сейчас ситуация выглядит довольно-таки интересно, то есть рынок на локальных максимумах или на локальных минимумах на других инструментах, и вполне вероятно то, что с текущих уровней в моменте падения фондового рынка как раз рост американского доллара будет в приоритете. По британской валюте также мы показали локальный максимум в пятницу, сегодня тоже вплотную подходили к данному значению, сейчас несколько корректируемся, то есть примерно торгуемся по ценам открытия сегодняшнего дня. Соответственно, по британской валюте я уже пробовал открывать сделку на продажу, чуть рано, ну, собственно, здесь был сигнал, но рынок продавили еще выше на позитиве. Сейчас мы можем здесь тоже ждать начала и нисходящего движения, но, опять же, здесь нужно получить подтверждение, которым здесь может быть закрепление как раз ниже минимальной значений пятницы. Поэтому здесь я тоже жду данного движения вниз, и если оно произойдет, буду заходить еще раз. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы опустились также до минимальной значений за последние несколько месяцев. По американскому доллару, соответственно, здесь уровень 1.3373. Здесь также мы видим, что рынок, ну, инструмент перепродан, поэтому здесь я тоже для себя буду ожидать возможности купить после того, как уже появится локальный сигнал, то есть сигнал с точки зрения часового таймфрейма. И здесь данным сигналом может послужить закрепление как раз выше максимума в пятнице, это 1.3511, соответственно, здесь я ожидаю движения вверх, а затем при коррекции буду уже заходить на покупки. По паре американский доллар и японская иена здесь рост продолжается, точнее, падение японской иены по отношению к американскому доллару здесь сохраняется. Пока здесь из сделок, ну, собственно, здесь мы видим то, что можно искать продажи, но, собственно, пока сигнал с точки зрения часового таймфрейма здесь не появилось, но вот как раз это может произойти. То есть мы видели направленное движение фактически за несколько, ну, за первую неделю торговли этого месяца, и дальше мы можем посмотреть, как ситуация будет развиваться. Для того, чтобы попробовать как раз найти сделку на продажу и по этому инструменту. Но, опять же, здесь ситуация контртрендовая, то есть продажа здесь возможна, но важно соотносить риски. По паре австралийский доллар, американский доллар, здесь у нас сохраняется на текущий момент также движение восходящее, но мы видим оно несколько замедляется. Фактически мы подошли к локальным максимум за последний год. Это уровень 0.70, с которого также может начаться и коррекция. Не факт, что она будет такой же, как была там в марте, но, тем не менее, на несколько процентов здесь мы вполне вероятно можем скорректироваться. Поэтому по австралийцу я тоже готовлюсь к продажам. Здесь я буду следить за закреплением, тоже за уровнем 69.31, это минимум пятницы, если мы закрепляемся, на коррекцию буду заходить на продажу. По новозеландцу картина тоже несколько похожа, в отличие от австралийца. Сегодня мы уже несколько обновили локальный максимум. И здесь пока сохраняется восходящее движение в рамках часового таймфрейма. Здесь также ситуация на продажу я для себя рассматриваю, как контртрендовая идея. Ну а золото пока продолжает снижаться, хоть и сегодня мы видим некоторый рост с открытия, но, тем не менее, среднесрочно пока золото находится в нисходящем тренде. И следующее движение, которое мы здесь видим, это область 1671 доллар за тройскую унцию, то есть обновление локальных минимум подтвердит еще раз вот этот нисходящий настрой по золоту. Но, опять же, в том случае, если мы увидим коррекцию на фондовом рынке, то, скорее всего, опять золото начнет расти как актив-убежище вместе с американской валютой. Поэтому здесь наблюдаем также дальше за этим активом. По индексу DAX подошли мы к сопротивлению на 12938, от которого также может начаться данное коррекционное снижение. И здесь я для себя к продажам тоже буду присматриваться. Соответственно, здесь ближайший уровень, за которым я буду следить, это минимум пятницы. И вполне вероятно, что сегодня, если волатильность будет меньше, и завтрашнее движение уже по отношению к движению, которое будет сегодня, оно может как раз и послужить тем триггером, который я использую для входа на продажу по индексу DAX. Опять же, по индексам я предпочитаю покупать, но вот такие истории контртрендовые, которые как раз могут быть довольно-таки активным, тоже я для себя торгую, но риск здесь уменьшаю. По S&P 500, мы уже говорили о предпосылках роста. Соответственно, сейчас S&P также находится на локальных максимумах. И с открытия по фьючерсу S&P 500 сейчас мы видим снижение. Соответственно, здесь волатильность пятницы была крайне высокая, то есть мы выросли более 3%. Соответственно, сегодня, если мы движемся по направлению вниз, то есть уходим ниже минимальных значений пятницы, или завтра, во вторник, уходим ниже минимумов понедельника, то есть сегодняшнего дня, но здесь нужно дождаться закрытия дня, то тут я тоже для себя продажу рассматриваю. Ну, а дальше уже начну подбирать в моменте падения. По нефти марки Brent, по CFD данный инструмент мы видим также продолжение роста. Сегодня локальный максимум обновили, то есть пока здесь восходящая тенденция по нефти марки Brent сохраняется. Но, в принципе, если у вас есть покупки, их имеет смысл пока продолжать держать. Ну, вот такая ситуация к текущему часу. Довольно-таки интересный может получиться июнь, хотя, в принципе, всегда лето, оно менее волатильное, менее активное, но мы сейчас находимся в какой-то другой ситуации, поэтому продолжим следить за данной ситуацией на фондовом рынке. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк к этому видео, вопросы оставляйте в комментариях. С вами был Сяков Роман, компонент Наромаркетс, и увидимся в среду. Всем спасибо за внимание и до свидания.